Всем привет! В сегодняшнем видео без лишних слов будем практиковать уколы и накачаем ноготь жидкостью. С ногтей предварительно я сняла старое покрытие. Сейчас нужно придать форму свободному краю. Одноразовой пилочкой абразивностью 180 грит убираю лишнюю длину и корректирую свободный край. Затем поднимаю нижние параллели с одной и с другой стороны и аккуратненько смягчаю углы ногтей. Иногда бывает такое, что, грубо говоря, ногти смотрят в разные стороны. Нам это визуально нужно исправить. Поэтому, опиливая свободный край, ориентируемся не по свободной части гипонихия, а по кутикуле и центральной оси фаланги пальца. Для того, чтобы искусственный материал держался на ногтевой пластине прочно, ее нужно подготовить. Для этого бафиком абразивностью 180 грит зашлифовываем ногтевую пластину. Таким образом, искусственный материал забьет все шероховатости ногтя, чешуйки, которые мы откроем, и сцепка ногтя с искусственным материалом будет прочной. Главное, не перестарайтесь, ведь вы можете истончить ногтевую пластину, и тогда материалу будет не за что хвататься, ведь ноготь будет мягкий, как пленочка. Также во время этого процесса убираем все отслойки, а также сглаживаем переход между ногтем и остатками предыдущего покрытия. После тщательно убираем пыль и смотрим, с чем нам предстоит работать. В данном случае кожа рук сухая, кутикула также сухая и тонкая, поэтому работаю я алмазной насадкой почка с красной насечкой с сильным натяжением кожи по бокам. Вначале на фоварде я отклеиваю кутикулу от ногтевой пластины, счищаю птеригий, раскрываю пазухи и зачищаю боковые валики. Затем переключаю аппарат на реверс, меняю захват руки, теперь захват сверху, кожа также натянута и обрабатываем правую сторону. Затем все также на реверсе, раскрываю кутикулу и образовываем юбочку. Таким образом срез будет чистым и впоследствии кутикула отрастать также будет аккуратно. Перед тем, как покрыть ногти материалом, смотрите на торцы. Часто после опила на торцах появляется бахрома. Эту бахрому обязательно нужно убрать, чтобы она не мешала покрытию. Для этого бафиком проходимся по торцам снизу вверх. Так мы не портим форму ногтей и в то же время убираем все недочеты. По ногтям прохожусь грунтовкой, затем переходим к покрытию базой. Ногти жесткие, поэтому использовать каучуковую базу нет смысла. Использую обычную жесткую базу. Тирающими движениями покрываю всю ногтевую пластину. Если плотно под кутикулу покрывать вы еще не умеете, лучше сделайте отступ в 1 мм. Таким образом, вид покрытия вы не испортите, но в то же время избежите от слоек. Ведь затекший на кожу материал в скором времени вызовет отслойки. Таким образом, базой я покрываю все ногти. Обратите внимание, кутикулу сразу я не срезала. Я ее раскрыла, поэтому теперь покрытию она не мешает. Но так как в дальнейшем будет происходить опил жесткого материала, лишний раз кутикулу травмировать не стоит. Ее я срежу после опила ногтей по форме. Базу сушим в лампе. На всех ногтях, кроме ногтей безымянного и среднего пальца, я делаю укрепление жестким гелем. На данных ручках такое покрытие носится более чем отлично. Укрепление жестким гелем делается точно так же, как выравнивание базой. Вначале тонким слоем прокрашиваю всю ногтевую пластину. Не забывайте делать отступ от кожи в 1 мм. Затем кисточкой набираю объемную каплю геля, выкладываю ее, сделав небольшой отступ от кутикулы. И затем, хватая кистью лишь волосок, ниточку геля, стягиваю материал к кончику и делаю выравнивание ногтевой пластины. Такую процедуру лучше проводить гелем средней вязкости, ведь жидкий гель будет быстро стекать и сделать выравнивание вам будет намного сложнее. Запекаем гель в лампе, затем я беру необычные типсы для наращивания ногтей. Такие типсы подходят для жидкого аквариумного дизайна. В комплект входит шприц, который прилагается к набору. Ссылку скину в описании под видео. Данные типсы необычны тем, что они имеют полость, которую заполняют либо блеском, либо необычными жидкостями. И созданы такие типсы для фантазийного наращивания. Зачастую их используют для наращивания длины ногтей, то есть полностью срезают свою длину и приклеивают данную типсу на край. А кончик получается с полостью. Но я понимаю, что под ногтем после отрастания будет ступенька перехода, и длинные ногти клиентка не хочет и не может в связи с работой. Но так как эти типсы пришли, и мне хотелось скорее их испытать, я решила использовать их необычным и нестандартным способом. Сейчас покажу как. Так как и при подготовке ногтевой пластины перед покрытием, нам нужно раскрыть чешуйки, чтобы гель забивался и материал держался плотно. Здесь делать нужно то же самое. Я зашлифовываю внутреннюю поверхность типсы. Делаю это насадкой. Можно сделать бафиком, но добраться бафиком сложнее. Таким образом просто убираю глянец с внутренней стороны типсы. Затем на ноготь наношу среднее количество полигеля. Не толстый слой, но и не совсем тонкий. Ближе к кончику ногтя прикладываю типсу и подталкиваю ее близ к кутикуле. Таким образом, в этот козырек забивается полигель. Также полигель забивается в шероховатости на типсе. Весь полигель, который вылез, аккуратно поправляем апельсиновой палочкой и отправляем сушиться в лампу. Теперь фрезой убираю контактную зону. Этот козырек, который должен, по сути, был приклеиваться к кончику ногтя. Там нет ни пустоты. Это обычная ненужная мне пластмасска. Спиливаю ее аккуратно, чтобы не перепилить то место, которое будет полостью будущего аквариумного дизайна. В принципе, перепилить это место довольно тяжело, ведь оно отчетливо видно. Отчетливо видна грань, которую нельзя пересекать. Сгладив края перехода, я зашлифовываю верхнюю поверхность типсы. Также делаю ее шероховатой, для того, чтобы искусственный материал плотно держался. После тщательно убираю пыль. Беру камуфлирующий полигель, небольшую капельку выдавливаю на ноготок и апельсиновой палочкой аккуратно распределяю материал. Формирую архитектуру ногтя от кутикулы до положенной мною типсы. Также небольшие капельки полигеля я выкладываю около боковых валиков, для того, чтобы убрать переход от типсы к ногтевой пластине. Также хочу отметить, что данную типсу я взяла не по размеру ногтя, а немножко меньше, для того, чтобы типса по бокам не выходила за грань ногтевой пластины. Теперь кисточкой, смоченной в спецжидкости, я поправляю полигель и сушу ноготь в лампе. Снова той же твердосплавной насадкой корректирую ноготь по форме, выравниваю полигель, где это необходимо, спиливаю все неровности. Можно использовать не камуфлирующий полигель, а прозрачный, это не принципиально. Затем аккуратно пилочкой корректируем форму более подробно, я выравниваю нижние параллели, ведь там мы выкладывали полигель, его нужно подровнять. Также пилочкой спиливаю лишнюю длину типсы и подгоняю длину этого ногтя под длину остальных. А вот теперь, после того, как мы сформировали архитектуру ногтя и произвели полностью опил, можно перейти к работе с кутикулой. Для этого я еще раз аккуратно апельсиновой палочкой отклеиваю кутикулу, я все тщательно проверяю и перехожу к срезу. Ту юбочку, которую мы раскрыли с помощью фрезы, я срезаю ножничками. Алмазной насадкой шар с красной насечкой диаметром 3 мм я подчищаю срез. Аппарат включен на 11 часов. Теперь торец типсы нужно закрыть. Для этого я беру обычные бумажные салфетки. Можно взять тот же чайный пакетик, либо же запечатать полигелем. Но я побоялась, что полигель может забиться внутрь типсы и эффект получится уже не тот. Поэтому вырезав небольшой кусочек бумажной салфетки, я базой покрываю торец ногтя. Покрываю тщательно. К торцу прикладываю кусочек вырезанной салфетки. Также салфетку полностью покройте сверху базой, чтобы она пропиталась. И после просушки была тоненькая корочка, а не тоненькая бумажка. И апельсиновой палочкой плотно прибиваю к торцу. После просушки ножничками срезаю объемные большие кусочки ненужной салфетки. Мелкие ненужные остатки салфетки я после спилю аппаратом. Заполнять можно чем угодно. Можно взять масло для кутикулы, можно взять детскую алику. Я брала Джонсонс Бэби. И добавлять я буду сегодня прокрашенную водичку. Обычную воду можно прокрасить гуашью. Я добавила пару капель искусственной крови. Эффект получится тот же. В шприц набираю сначала алику. Делаем один прокол торца ногтя. Иглой лишний раз стараюсь не шевелить. Для того, чтобы салфетку не повредить. И запускаю алию. Затем шприц вытягиваю. Набираю цветную водичку. В эту же дырку просовываю иголку. И запускаю несколько капель прокрашенной воды. Можете сделать один шарик. Можете добавить несколько. После добавляю еще алики. Это уже на свое усмотрение. Теперь важный момент. Нужно обязательно тщательно все обезжирить. Это я делаю клинсером и кислотным праймером. Затем аккуратно зашлифовываю торец. Чтобы наверняка убрать алику. И сверху промазываю все жестким гелем. Можете покрыть базой. Но покрывайте объемненько. И отправляю сушиться в лампу. После все остальные ногти я покрываю ярко-красным красивым сочным цветом. На аквариумных ногтях пилочкой или фрезой спиливаю все ненужные остатки салфетки. И рисую декор. Некоторые крайние процессы, к сожалению, я снять по техническим причинам не смогла. Но, слава богу, хоть результат работы у меня остался. И вы можете также на него посмотреть. При малейшем движении руки внутри пузырь воздуха с маслом переливается. Прокрашенная красным цветом водичка также переливается. Она смешивается в один большой пузырь, либо в несколько маленьких. Если рукой потрясти, получается вообще очень много маленьких прокрашенных кусочков. К сожалению, на видео это очень плохо видно. Но зато отчетливо видно, что ногти в принципе не толстые. Немного широкий лишь торец двух ногтей. По архитектуре ноготь не отличается от укрепленных ногтей гелем. А самое приятное. Стоит лишь отвернуться на секундочку, как твой клиент уже сидит в позе и готов фотографироваться с новыми ногтями. А это значит, что результат ей понравился. А то, как относились ногти, повредились ли они и вытекло ли из них масло, вы увидите в другом видео, когда будет коррекция данных ногтей. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Дальше больше. Пока-пока.